В здании администрации состоялось внеочередное 24-е заседание Совета депутатов Ленинского района. Основным вопросом было утверждение проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Молоковское. При анализе современного использования поселения был выявлен дефицит различных объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, детских садов. Расчет потребностей производился на основании действующих региональных нормативов градостроительного проектирования. Перед заседанием проект неоднократно обсуждался профильной депутатской комиссией. Народные избранники пришли к выводу, что генплан не противоречит градостроительным и юридическим нормам. Подытожив все ответы, все вопросы, изучив досконально, с учетом даже вновь обратившихся требований жителей сельского поселения Молоковска уже вчера, и эти вопросы мы затронули, обсудили. Было принято решение большинством данный генплан поддержать на совете депутатов. Документ вызвал большой общественный резонанс, особенно у жителей Молоковского поселения. Депутаты проводили встречи, чтобы ответить на все вопросы и успокоить жителей. В основном коренное население, все хотят жить по-человечески, да, мы живем в 21 веке рядом с Москвой, не хотят детей водить в садики рядышком с домом, не везти их неизвестных куда, в школу, в больнице. Поэтому я прошу поддержать. И вот эти вопросы, которые мы обсуждали, из них 99% проблемы надуманы. Генпланом предусмотрено устойчивое развитие территории на много лет вперед. Помимо жилой застройки в поселении появится 50 детских садов, 30 школ, 12 поликлиник, 5 больниц, спортивные и другие социальные объекты. Также без принятия проекта невозможно постепенное улучшение транспортной инфраструктуры, расширение и строительство дорог. По словам главы Ленинского района, документ позволяет смотреть в будущее и работать на перспективу. В итоге депутаты проголосовали за утверждение проекта большинством голосов. Вторым пунктом повестки был вопрос передачи районными властями муниципальных бюджетных учреждений в собственность администрации городского поселения Видное. Данное решение также принято большинством голосов. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.